Так или иначе, а старый свет на пороге новых испытаний. Когда 7 лет назад Румыния и Болгария торжественно вступили в ЕС, еврокомиссары им обещали, что с 1 января 2014 года румыны и болгары войдут в Шенген. Но срок на носу, а Германия, Британия, Голландия и другие евро-старожилы теперь резко против. Да не просто против, а грозят использовать право вета. В ответ Болгария и Румыния возмущены. За что боролись? Экономика просела, долгов набрали, а теперь и Шенгена не будет. Обо всем наглядно наш европейский корреспондент Михаил Антонов. 5 лет назад Джеффри Ван Бейк купил старый дом и начал его ремонтировать своими руками. Но сейчас отец двоих детей понимает, что ничего из этого не выйдет. Денег нет. Работодателю выгоднее по дешевке нанимать бессловесного гастарбайтера с Востока, чем голландского парня, которому надо платить минимум 5 евро в час, потому что у него налоги и страховки. Мой сын знает, что часто у меня нет денег и по-детски предлагает взять из его копилки. Но мое положение сегодня таково, что и это не умиляет меня. Политики говорят много красивых слов и на словах выступают за благо простого человека, но на деле им наплевать на нас. Жена Джеффри в конце концов тоже плюнула и подала на развод. Ячейка общества лопнула из-за расширения Евросоюза. И может быть еще найдутся семьи, которые смогут отнести на свой счет этот каламбур. Через две недели будет уже поздно рефлексировать о болезненных последствиях беспорядочной евроинтеграции. Семилетний инкубационный период заканчивается. С 1 января, даже несмотря на неясную ситуацию с Шенгеном, Запад захлестнет новая волна миграции из Румынии и Болгарии. Граждане которых, все-таки граждане Евросоюза, обретут право работать в Старой Европе где и сколько угодно. Я побывал в нескольких районах Румынии и Болгарии. Я понимаю этих людей, как должна быть невыносима их жизнь, чтобы решиться бросить семью и переехать в другую страну на низкооплачиваемую работу. Определение экономический беженец придумали как раз для таких, как Даниэль. Просил не называть фамилии, потому что в Германии он все-таки пока нелегал. Его европейская мечта реализовалась в виде 1 тысячи евро в месяц. Работа очень тяжелая уборщикам, строителям, а когда нет места на стройке, то еще хуже. Тогда приходится разнорабочим мотаться туда-сюда. Так очень устаешь, но после вступления в ЕС дома-то вообще все загнулось. Все распродали европейцам и другим иностранцам. Так вообще нельзя жить. Впрочем, можно или нельзя, это так субъективно. Миграция принесла с собой в немецкие города невиданные формы жизни. Одна из которых бурлит вокруг этих домов в западно-германском Дуйсбурге, заселенных румынскими цыганами. Попытка выяснить, отчего свалка во дворе, когда рядом куча пустых мусорных баков натыкается на языковой барьер. Они то несут что-то на помойку, то волокут что-то с нее. Живут по 25-30 человек в двух комнатах своим социально-аутичным укладом и со своими бытовыми привычками. Для того, чтобы понять, как живут люди в этом доме, не надо заходить внутрь. Достаточно обратить внимание вот на эти почтовые ящики. Для немцев это святое, потому что ежемесячно они получают огромное количество корреспонденций, письма, счета. Такое состояние почтовых ящиков говорит о полной дезинтеграции человека и общества. Могут еще и плюнуть, наверное. Но вот здесь вход в подвал и по совместительству отхожее место. Как не в Германии? Да, собственно, немцы в этот двор не ногой. Даже полиция старается решать вопросы на улице с помощью своих коллег из Румынии. А вопросов к этой миграционной группе все больше, не только в Дуйсбурге. Бургомистры 12 крупных городов Германии написали письмо канцлеру с просьбой не облегчать миграционный режим для Болгарии и Румынии. Наше письмо это своеобразный крик о помощи к партиям, которые участвуют в коалиции, чтобы нас в этом вопросе не оставили один на один с проблемой. Такие немецкие города, как Дуйсбург, Дортман, Берлин, Мюнхен, еще 4 года назад впервые заговорили о новой форме миграции, которая тяжело поддается контролю, но на это никто не обратил внимания. Но теперь от этого сложно отмахнуться. Из-за постоянного воровства цветных металлов, сбой на железных дорогах, растет число квартирных краж и на Рождественском базаре держите карманы. Из околокриминального профессиональное попрошайничество на туристических тропах и, конечно, проституция. Они дешевая рабочая сила, что днем, что ночью. Это улица Румынская, рядом Венгерская. Восточное партнерство на 20 минут по цене, как договоришься. Все поделено, и попытки немецких индивидуалов навести порядок в интимной отрасли разбиваются на панели о семейный подряд. Если бы немка попробовала там встать, к такой девушке бы сначала подошли и спросили, какой сутенер за ней смотрит, а узнав, что она одна, сразу дали бы по морде. Болгары и румыны в таких вопросах особенно преуспели. Там идет борьба за каждый сантиметр. Это приобретает масштабы семейного бизнеса. Рядом стоят три сестры, за которыми следят семь братьев. Для того, чтобы следить за семью братьями, да к тому же платить им еще пособия по безработице, даже у богатой Европы не хватит никаких денег. Эта простая мысль запоздала, озарила некоторых европейских политиков. Сегодня нам всем надо намного критичнее посмотреть, кого мы принимаем в Евросоюз. Богатые ли это процветающие страны или любители поживиться за чужой счет, не умеющие создать приемлемые стандарты жизни в своей стране. Раньше таких мы принимали в Евросоюз, но эти благословенные времена прошли. Сегодня мы живем в эпоху кризиса и поэтому обязаны избавляться от негативных эффектов, порожденных европейской интеграцией. Но будет ли избавляться от эффектов ответственная за интеграцию евробюрократии? Еще вопрос. Ведь чем больше проблем, тем больше бюджет и весомее функция. Хотя на деле ее главным достижением оказывается то, что сегодня и немцы с голландцами, и болгары с румынами могут сказать, «Мы не за тем вступали в Евросоюз». Михаил Антонов, Александр Коростелев и Андрей Путро. «Вести недели». Спасибо. 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 Спасибо.